Все хорошо, атмосфера великолепная, рабочая, идут сборы, тяжело немножечко. Почему тяжело, вполне понятно. Межсезонье затянулось, да и состав поменялся на 50%. В этом году в клубе будет больше молодых хоккеистов. И команда уже провела два товарищеских матча. Выиграла их, но радоваться болельщикам пока не стоит. Играли против наукузнецких медведей, молодежной команды. По сути, против детей. В идеале перед сезоном нужно провести 6-8 контрольных игр. У нас всего две. Игры очень нужны, через игры намного легче втягиваться, поскольку у нас перерыв после последней игры был очень длинный. Хотелось бы больше игр сыграть меньше. Точно так же считает и новый главный тренер команды Евгений Бакланов. Местный, раньше был помощником. Говорит, хоккеистами, которые сейчас в обойме, доволен. Но трансферная политика еще не закончена. Новые игроки точно появятся в составе «Динамо». Сейчас вот более у нас, скажем так, молодые ребята. Очень много молодых. 2001-2002. То есть, они быстренькие, с желанием. Ну и опытные ребята, конечно, без них никуда. Никуда и без болельщиков. Руководство клуба готово на все, чтобы люди ходили на хоккей и болели за команду. И хотя «Динамовцы» порой огорчали, зал Титов-арены почти всегда был под завязку. Болельщики в первую очередь. И мы для них будем стараться показывать хороший результат, хороший хоккей. Старт сезона у хоккеистов намечен на середину сентября выездными матчами против «Саратовского Кристалла». А дома на родном льду «Динамо» сыграет 1 октября против «Самарского ЦСКА ВВС». Скорее всего, к тому времени мы увидим наичков в команде. Еще через пару встреч поймем стиль игры. И только в конце сезона сможем ответить на вопрос, пошли ли на пользу глобальные перемены в «Динамовской» дружине. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.